Продолжение следует... И у нас здесь немножечко есть аппаратов самых первых, типа фонографа там стоит. Но фонограф недолго работал, всего до 1912 года. Главным аппаратом оказался граммофон, изобретенный в 80-е годы того еще 19 века. И здесь несколько аппаратов. Истинный граммофон с такой большой трубой. В 1907 году появляются аппараты под названием «Патефон». А почему? Потому что именно в 1907 году в Москве братья французы, предприниматели, построили фабрику. А она называлась «Фабрика Патефон», и все аппараты стали называться «Патефонами». Кабинетный граммофон вот здесь стоит. Он гораздо дешевле, потому что самый главный дорогой элемент граммофона была труба. Каждая из них – это художественное произведение. И вершиной, можно сказать, звуковоспроизведения оказалась вот такая тумбочка, около которой я стою, под названием «Артофоник Виктрола». Это 20-е годы еще того прошлого века. То есть считайте ей почти 100 лет. Примерно 25-й год. И вот такие пластинки, которые сейчас мы прослушаем, одну из них хотя бы немножко, диаметр 25 сантиметров, были и больше, были и меньше, по-разному называется. Это отдельный разговор. Она и сохранила голоса, по крайней мере, первой половины 20-го века. И сейчас мы с вами прослушаем историческую пластиночку. Дело вот в чем. Пластинки очень часто именно отзывались на события в стране. И вот в мае 1935 года, оказывается, была запущена первая линия московского метро. Две конечные станции были. С одной стороны – Сокольники, с другой – Парк культуры. Что в словах песни отразится. Естественно, что метро отняло работу у извозчиков. И вот песенку старого извозчика написал тогда молодой композитор Никита Богословский. Давайте немножечко окунемся в 30-е годы. Конечно, здесь механический аппарат. Вот я подзавел его. Ну и попробуем послушать. Опять будет Леонид Утесов. 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 Леонид Утесов.